В моих 50-х единиц агропромышленной техники в Ульяновске с размахом отметили День поля. Здесь собрались фермеры, производители сельхозтехники, а также жители, которые хорошо хотят провести время. День поля – традиционный, красивый и яркий праздник для всех причастных к агропромышленному комплексу Ульяновской области. Проходит он традиционно в Новом Городе, на проспекте Дружбы Народу. На тематических площадках продемонстрировали современную сельхозтехнику. Товаропроизводители организовали выставку-дегустацию. Попробовать местное и натуральное могли все желающие. А пока горожане гуляли и смотрели площадки, сами аграрии обсуждали новые технологии в растеневодстве и животноводстве. Наша задача сегодня – идти в ногу со временем, брать все самое лучшее передовое, мировую практику, соответственно, и внедрять ее на территорию нашего региона. Подвели итоги весенней посевной кампании. Несмотря на двухнедельный сдвиг по агрокалендарю, из-за долгой весны план был выполнен на все 100%. Фермеры отмечают – голодными население не оставят. Окончание весенних работ – это очень важное событие. Именно сейчас закладывается основа нашего урожая. То, что будет кормить нас в течение всего года. Яровой сев в этом году увеличен на 70 гектаров благодаря расширению посевных площадей. Увеличили посадку как зерновых и бобовых, так и масляничных культур. Например, посевы сои выросли в два раза, масляничный лен – в пять раз. Высаживать агрокультуры и ухаживать за ними фермерам помогает надежная техника. За моей спиной вы видите трактор «Кировец» легендарный. Сегодня это единственные российские тракторы, которые не закончили производство, не остановились, а наоборот все больше и больше производят. На самом деле, благодаря этому мы будем с хлебом. Также на праздники от муниципальных образований были представлены экспозиции своих районов, посвященные наиболее ярким достижениям в сельском хозяйстве. Для самых маленьких гостей работала отдельная зона с катанием на лошадях и бесплатным батутом. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.